В 2014 и начале 2015 года по всей Украине прокатилась волна Ленина Пада. Как вы можете, это же ваше прошлое в апель в унисон кремлевские СМИ. Мы можем по-разному относиться к Ленину. Я понимаю, у вас своя точка зрения. Но это памятник. Он идеально вписывается в архитектурный ансамбль нашего города, если вы были в Харькове. Он должен там стоять. Это произведение искусства, если хотите. Некоторые молодые люди, не открывавшие никаких учебников в истории, кроме тех, что были навязаны школьной и вузовской программой, тоже пытались встать на защиту дедушки Ульянова. Сейчас подошел и подписал за себя, за свою жену, за своего пятимесячного сына, за сохранение этого памятника в городе Харькович. Почему? Потому что это моя гражданская, и моей семьи гражданская позиция. Это честь наших дедов, наших отцов. Он должен здесь оставаться. Совсем старые люди, пропустившие через душу всю коммунистическую идеологию, восприняли разрушение памятника в Ленину как личное оскорбление. Глубокая окраина Харькова. Тут никаких достопримечательностей. Единственное, как бы, украшение нашей жизни был этот памятник. За годы, прошедшие после смерти вождя, был создан настоящий культ Ленина. Его тело до сих пор лежит в центре столицы России, как символ целой эпохи. Но кем на самом деле был идейный вдохновитель Октябрьского переворота 1917 года и первый лидер советского государства? Чтобы понять это, достаточно ознакомиться с выдержками из многотомных сочинений Ленина и рассекреченных телеграмм Ильича. Литвин-Алтер. Красный и белый террор в России в 1917-1922 годах. Прекрасный план. Доканчивайте его вместе с Дзержинским. Под видом зеленых мы потом на них свалим. Пойдем на 10-20 верст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия 100 тысяч рублей за повешенного. Ленин, Владимир Ильич, полное собрание сочинений, том 35-й, из работы «Как организовывать соревнования». Война не на жизнь, а на смерть богатым и прихлебателям, буржуазным интеллигентам. С ними надо расправляться при малейшем нарушении. В одном месте посадят в тюрьму, в другом поставят их чистить сортиры, в третьем снабдят их по отбытии карцера желтыми билетами, в четвертом расстреляют на месте. Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт. Волкогонов. Ленин. Политический портрет. Ленинское рукописное распоряжение председателю Бакинской ЧК Терр Габриоляну. «Можете ли вы еще передать Теру, чтобы он все приготовил для сожжения Баку полностью, в случае нашествия, и чтобы печатно объявил это в Баку?» Ленин. Владимир. Ильич. Полное собрание сочинений. Том 50. Страницы. 143-144. Пенза. Губисполком. Провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев. Сомнительных запереть в концентрационный лагерь, вне города. Латышев. Рассекреченный Ленин. Москва. 1996 год. Страница 57. Товарищам Кураеву, Бош, Минкину и другим пензенским коммунистам. Товарищи, восстание пяти волостей кулачья должно повести к беспощадному подавлению. Этого требует интерес всей революции, ибо теперь взят последний решительный бой с кулачем. Образец надо делать. Повесить. Непременно повесить, дабы народ видел не меньше ста заведомых кулаков богатеев-кровопиец. Опубликовать их имена. Отнять у них весь хлеб. Назначить заложников, согласно вчерашней телеграмме. Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал, знал, кричал. Душат и задушат кровопиец кулаков. Телеграфируйте получение и исполнение. Ваш Ленин. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 50. Страница 165. Саратов. Уполномоченному наркомпрода Пайкесу. Советую назначить своих начальников и расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 50. Страница 178. Свияжск. Троцкому. Удивлен и встревожен замедлением операции против Казани. Особенно, если верно сообщенное мне, что вы имеете полную возможность артиллерии уничтожить противника. По-моему, нельзя жалеть города и откладывать дальше, ибо необходимо беспощадное истребление. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 50. Страница 335. Насчет иностранцев советую не спешить высылкой. Не лучше ли в концентрационный лагерь? Латышев. Рассекреченный Ленин. Москва. 1996 год. Страница 56. Всех проживающих на территории РСФСР иностранных подданных из рядов буржуазии, тех государств, которые ведут против нас враждебные и военные действия, в возрасте от 17 до 55 лет заключить в концентрационные лагеря. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 39. Страница 315. Крестьяне далеко не все понимают, что свободная торговля хлебом есть государственное преступление. Я хлеб произвел, это мой продукт, и я имею право им торговать. Так рассуждает крестьянин по привычке, по старинке. А мы говорим, что это государственное преступление. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 53. Страница 142. Луначарскому. Все театры советую положить в гроб. Наркому просвещения надлежит заниматься не театром, а обучением грамоте. Известие ЦК КПСС. 1990 год. Номер 4. Страница 190-193. Я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Ленин. Август 1920 года. Латышев. Рассекреченный Ленин. Москва. 1996 год. Принять военные меры, то есть постараться наказать Латвию и Остляндию военным образом. Например, на плечах Балаховича перейти где-нибудь границу на одну версту и повесить там сто, тысячу их чиновников и богачей. 17 мая 1922 года. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 45. Страница 190. Суд должен не устранить террор. Обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально. Ясно, без фальши и без прикрас. Чтобы у некоторых сторонников сохранения ленинского наследия не возникало желания обвинить нас в необъективности и ангажированности, приводим слова первого заместителя председателя Госдумы РФ Владимира Жириновского. Он активно критикует украинскую власть и патриота, в том числе за снос памятника в Ленину. Но при этом с трибуны российского парламента откровенно рассказывает, кем был Ленин на самом деле и как он относился к русским. Ленин. Русский человек – плохой работник. Ивашек надо дурить. Без одурачивания Ивашек мы власть не захватим. А на Россию мне наплевать. Русские – говнюки. Ищен русский человек – великоросс, шовинист, в сущности подлец и насильник. Все слова Ленина из разных произведений. Откройте все. В плену около миллиона казаков. Ленину резолюцию – расстрелять всех до одного. Советскому представителю Швейцарии Ленин приказал. Русским дуракам раздайте работу. Пусть посылают сюда вырезки из газет, а не случайные номера. Как делали эти идиоты до сих пор? Ленин все это пишет. Брать в тылу заложников. Ставить их впереди наступающих частей красноармейцев. Стрелять им в спины. Посылать красных головорезов в районы, где действовали зеленые. Вешать под видом зеленых чиновников, богачей, попов, кулаков, помещиков. Выплачивать убийцам по 100 тысяч рублей. В сети достаточно фотографий памятника Ленина. Их можно распечатать и повесить на стену у себя дома. Можно сделать миниатюрный памятник из картона. Поставить на самом видном месте в своей квартире. И молиться на вождя в любое время суток. Но доказывать, что изваяние убийцы и мучителя миллионов мирных людей должно украшать улицы и скверы городов – это верх цинизма или признак серьезного психического заболевания. Я пришла защитить памятник Ленина. Потому что он даже вот эту войну охранял наш город. Вот таким, потому что сила памятника такая. Скажите, вы говорите, вы эту войну защищали вас? От кого он защищал? Он от фашистов, которые разбивали наш город. Я была... А какие? Бендеровские фашисты, которые разбили все в городе, уничтожили всю промышленность. Сегодня прохожу с ребенком, мимо нашего Ленина, Ильича. Подошла спросить, что вообще за митинг. Ну, говорят, вот, вернется Советский Союз. Показывают, как Хайгитлер, только по-советски. Я считаю, что хватит уже. Уже он не вернется. У нас давно капитализм. У нас уже социализм не вернется. Старики, они просто живут тем хорошим, что было в Советском Союзе. Но я считаю, что нет возврата. И есть масса достойных людей, которые достойны таки стоять на нашей площади. Вместо этого террориста и убийцы. Это мое личное мнение. Очень показателен один факт. Когда украинский парламент принимает закон о декоммунизации, российский МИД называет такие действия губительными для мирного процесса в Украине. Таким образом, кремлевская власть становится на сторону коммунистической системы, погубившей миллионы невинных жизней. Нынешняя власть РФ оправдывает преступления, совершенные ее предшественниками. Тем самым она пытается оправдать свои же поступки. Это естественно, ведь она полностью унаследовала специфику управления государством от тех вождей, для которых геноцид и террор являются вполне допустимыми методами воздействия на народ. Поэтому, если вы говорите, что не трогать Ленина, ну, пойдите на Мясницкую, все депутаты, я прошу вас, перерыв, шагом марш, на Мясницкой купите все книги про красный террор, все архивы, все, так сказать, цифры. 24 миллиона положили большевики за гражданскую войну. Представляете? В Великой Отечественной еще 30. И за все 100 лет, а это продолжается у нас практически вот эти элементы, связанные с советской властью, 100 миллионов положили. 100 миллионов человек лежат в могиле. Это мало. Большевики вырезали всю элиту. Самых лучших чиновников, ученых, офицеров, полиция, сыщиков. Ну, все самое лучшее. Или в ГУЛАГ, в Сибирь, или просто расстреливали. Откройте труды вашего святого Ленина. Ну, на каждой странице расстрелять. Расстрелять. Откройте. 55 томов. Вы же сами коммунисты, не читаете труды вашего Ленина. Откройте. На каждой странице расстрелять. Только один глагол знал этот человек. Возможно, он был умный. Мы же не говорим, что дурак. Но мы говорим о последствиях. А сейчас я радуюсь, что сегодня день рождения Ленина. Я не хочу этого. Радуйтесь тому, что память не стоит. И радуйтесь из-за того, что я жила при советской власти. И пользовалась всем бесплатно. И жила бесплатно. И советскую власть нам дал Владимир Ильич Ленин. День за днем идут года Соли новых поколений. Но никто и никогда Не забудет имя Ленин. Ленин всегда живой, Ленин всегда здоровой. Более. Более, 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 Бло, Более. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.